Амар, у меня завтра важное совещание, нужно кое-что погромче, чем Бетла, боюсь опоздать. Ой, на. Понял? Понял. Базару ноль. Завтра буду тогда газон косить, я тебе говорю, под окнами прям. Пол подъезда сто пудов расстнется. Ага, спасибо. Можно подпишем? Косарь, я начну на час позже. Прибельное место, честно говоря. Да, да я здесь уже. Че вы кричите, я ищу просто вас, не могу найти. Где вы? Подожди, вот этой серой рубашке на полторашку карлика ростом ты что ли? А, не, не, не. А ну руку подними-ка. А, все, все, вижу. Все, 10 секунд, братка, 10. Ну, если я опоздаю, 11. Иду. Спасибо. Марин, мы очень долго знаем друг друга и... Продолжай, продолжай, как будто меня нет. Ну, так вот, мы очень долго друг друга знаем. Потому что не могли бы все-таки уйти, а? Не, конечно могу. Только за букет надо рассчитаться. Там просто оплата не прошла. 3,799. Сколько? Ну, это со скидкой. Там просто, когда долго букет стоит, распродажа начинается. Так вот, как ты меня оценишь, да? Ну, Марин. Без обид, братан. Смотри, какая меркантильная оказалась. Фу. Кстати, я сам такой же. Что там на базу? 3,799 за букет. Марин. Марин. Эти детские утренники, вообще жесткая работа. Так можно БМ без правил даже вес сбрасывать. А у тебя костюмчик, честно говоря, слабенький. Не настоящий. Вообще, это правильно. Полицейские, это четкий аниматор. Чтобы эти вот дети, вот эти бандиты маленькие, с детства знали что-то как. Красавчик. А? Я тебе говорю. Всем стоять! Компеты на стол! Никому не двигаться! Я сам выберу песню! Тяжелый, что, настоящий, что ли? Ты тоже настоящий? Упс! Бетти! Прошу, садитесь. Спасибо, спасибо. Дай, дай, дай. Опа! А, простите... А, да это Юсип! У меня просто мои истории особо не смешные, а у него что за угарный? Ты за секунду засмеешься просто. Да ты не переживай, он очень добрый. Он эти продают бананы и... Людей. Щучу, щучу. Не бананы. Видишь, у меня шутки не смешные и очень старые. А у него очень молодые и свежие, смешные. Юсип, жги! Похлопайте. Кто боится садиться в машину, думал, кавказцы. Подожди, боже, ты что? Не эту тему. Давай другую, другую шутку сейчас. Он добрый, смешной этот человек. Не эту тему, ты что? Здравствуйте. Как вам ягненок? Нормально? Не пережарено? Все хорошо? Я думаю, отдыхаю. Здравствуйте. А, сидите. Молодые люди, здравствуйте. Как паста с морепродуктами, не пересолено, все хорошо. Салат как? Масло есть? Все. Здравствуйте. Пирожное как? Сладкое, все хорошо. Жаркое, не пережарено, все хорошо. Это хорошо. Олег Медович, может быть, вы вернетесь на кухню? Там очень много заказов. Да я все понимаю. Просто после ковида у меня и вкус, и запах все пропало. Я по-другому не могу понять, как я приготовил, что приготовил. Молодой человек, утка. Утка как? А, еще не приготовили? Сейчас приготовлю. Братан, ты что делаешь? Мы ее же только отмыли. Все нормально, сейчас поймешь все. Капец, конечно, навоз грязный. Очень сильно жестко терли. Ни в какую. Даже трехфазную делали. Не берет. Химию используют. Мы столько химии даже в девятом классе не видели. Представляешь? Ну, у нас сервис топовый. Даже сделаем все бесплатно. По-братски за 500 рублей. Ну, по московским меркам это же бесплатно. Моментально сделаем за пару часов или 4-5. По московским меркам это же тоже моментально. Так, ладно, парни. У вас есть два часа. Как закончите, напишите. Хорошо. Что стоишь? Садись давай. Мага сказал, холодильник надо перевезти. У нас 2-3 часа есть. Давай, Леска, поехали. Добрый день. Позвольте ваш багаж. Прошу. Присаживайтесь. Хорошей вам поездки. Доброго денечка, мадемуазель. Что ты, анаконда? Куда едем? Я вообще-то комфорт плюс заказала. Ну да. Олег у нас комфорт. А я плюс. Плюс четкий водитель. Может быть тогда Олег поведет? Не. Олег не важницкий водитель, честно говоря. Он чисто такая вежливость. Улыбка, добро пожаловать. Садитесь, дайте ваш чемодан. А чисто по-нормальному поездить по Москве это моя тема. Ну кто-то подрежет, понимаешь? Выскочит раз на раз разобраться. Олег? Просьба пристегнуться. Сейчас начнется жесть. Конечно начнется. Ведь каждая поездка это битва. Что-то анаконда, поехали. Ма, хэдшот в его рот. Ма, хапни горе. Ты что, дурачок? На кого ты лезешь? А? Комангарути крыс. Два-три раза голову из блока получит. На-на-на-на. Куда ты лезешь? Че? Ма, хапни горе. Гранаточку. Пошла. Вот баба она. Амарито раздает свинца. Ну, имеется ввиду металл такой свинец. Че ты орешь там? Ты на кого орешь, дурачок? Сколько тебе лет? А, 43? Извини. Ма, хапни горе. Опа-на. Получил. Ну, как амарито всех разложил. Да ты вообще красавчик. Конечно, красавчик. Ну, давай, 5 баллов поставь, и я уже поеду. У меня еще одна доставочка, что-то я задержался у тебя. Запомни, если вместо университета, как я, будешь вот так кисечкой рубиться, потом всю жизнь, как я, будешь развозить еду. Понял? Подумай об этом. Кстати, че ты вообще заказал? Пиццу? Ты че, она же вредная. Ты потом здесь вообще уснешь, ни разу не встанешь отсюда. Ты че, все, я ее забираю. Давай, короче, на связи. Я вообще за мной. Давай, дверь закрой, а то хедшоты придет, накидает тебе. Добрый день. Амар Алибутаев. Махачкалинский малый, драматический, иногда и большой, и сатирический театр. Добрый день. Вы учили роль? Да, конечно. Серьезно подготовился. Вникал в каждое слово. Прям всю ночь готовился. Если по кайфу, я могу начать. Давайте начинать. Я его знаю. Саид. Вот, как бы вот, все. Мы вам позвоним. Серьезно? Подожди. Ради одной фразы, что ли, весь кастинг вот этот? Ну, как могу еще эту фразу сказать? Как возможно? Ну, хорошо. Ну, я его знаю. Саид! А я его знаю. Саид! Так я же его знаю. Саид! А, все, тихо, все нормально. А я его знаю. Саид. Может, сюда сядут. А я его знаю. Это Саид. Ну, как-то вот, все, вот получилось. Ну, как? Отлично, мы вам позвоним. Подожди, что, ни разу не попал, что ли? Сидят тут миллионеры. Судьбами ворочат и кайфуют. Вот это хорошо. Уши и осла тебе, а не хорошо. Чтоб сокол поклевал ваши эти головы. Чтоб вы после проката только 100 рублей заработали. И недоеденный попкорн, понятно? Это я сейчас в образе был. Перебор, нет? Нет, нет. Чтоб все сбылось, то, что я здесь сказал. Понятно? Ну, что ж, если взять такую нештатную ситуацию. Допустим, вас на стетофоре подрезали. Ваши действия? Так, ну, это вы рассказывали. Нет. Значит, надо сначала открыть окно. Нет, неверно. А, мы выжимаем сцепление. Так, верно. Да, так, потом... Коробку передачи на нейтральное положение. Потом ручник. Потом открываем окно. Так, и... Эу! Я твои цифры запомнил! Еще раз так сделаешь, разговор другой будет у нас! Отлично, прям бальзам на душу, просто красавчик. Самый лучший мой ученик послушаю. Все, теперь планы закрыли окно. О, сцепление и первая скорость. Так, передачу поставил. А когда мы ездить уже будем? В Москве учиться водить, это не самое главное. Вот постоять за себя на дороге, вот что главное. Понимаешь? Хорошо, тебя сзади кто-то там, ну, затонированное, допустим, камере. Вот моргать тебе фарами, фар-фар-фар делает. Твои действия. Быстро! Не учил? Все, не сдал. Иди отсюда. Иди отсюда, пока глаза твои не видели, мои видели твои глаза. Вон ту бабушку позови сюда. Эй, бабушка! Я тебя жду, иди сюда! Ну и что, что ты глухая? Водит, водит, садись сюда! Садись сюда!